Они услышали такой щелчок ящика почтового. И как письма прилетели на коврик перед дверью. Иди, возьми почту Дадли, сказал дядя Вернон за своей... Вот здесь у нас не полностью newspaper уже написано, а paper. Это в целом тренд, вот такое сокращение действительно происходит за своей газетой. Make Harry get it. Пусть Гарри пойдёт и возьмёт. То есть дословно здесь заставь Гарри сделать это. Get the post, Harry. Иди, возьми почту Гарри. И то же самое Гарри говорит. Make Dudley get it. Пусть Дадли пойдёт и возьмёт эту почту. Пок him with your smelting stick. Ткни. Пок – это... Вот это действие делать – это тыкать. А вот он. Тыкни его своей smelting stick. Своей снова вот этой палкой Дадли. Harry – классное слово. Дальше – dodge. Увернулся. Соответственно, когда кто-то там, как палка летит, мы, соответственно, от неё уворачиваемся. Вот это действие – dodge. Увернулся от палки и пошёл забрать почту. Три вещи, лай-лей-лей, уже разбирали, лежали на коврике. Это открытка от сестры дяди Верна, снова Uncle Vernon, с принадлежностью сестра Марч, которая проводила каникулы. Смотри, как интересно. Holiday. She was holiday. Она проводила каникулы, отпуск свой на острове Вальд. Коричневый конверт, envelope, конверт. Здесь очень классная лексика, связанная с письмами, которая выглядела как счёт и письмо для Гарри. Harry picked it up and stared at it, his heart twanging like a giant elastic band. No-one ever in his whole life had written to him. Who would? He had no friends, no other relatives. He didn't belong to the library, so he'd never even got root notes asking for books back. Yet, he had worse, a letter addressed so plainly, there could be no mistake. Mr. Harry Potter, the car put under the stairs, four privy drive, little whanging, sorry. Гарри взял это письмо и уставился на него. Обзуждали, да, мы этот глагол «стел» – уставиться. Его сердце начало колотиться, как какая-то гигантская такая эластичная повязка некая. Никто никогда во всей его жизни не писал ему, да кто бы это и делал. У него не было ни друзей, ни других родственников. У него не было подписки в библиотеке, поэтому никто не мог ему отправлять rude notes. Какие-то грубые заметки. Руд, грубый. Asking for books back. Простя вернуть книги обратно. Yet снова в начале, однако, here it was, вот оно было, это письмо, addressed so plainly, которое адресовалось к нему настолько plainly, очевидно, прям по-простому и понятно, что не могло быть никакой ошибки. Мистеру Гарри Поттеру, чулан под лестницей, адрес, да, четвёртый дом птицовой аллеи, Very little winging, sorry, графство. Конверт был такой увесистым и толстым, thick and heavy, сначала у нас идет таким толстым, а потом уже увесистый, heavy. Сделанный на yellowish parchment, сделанный из такого пергамента, снова у нас идет суффикс ish, у нас было в первой самой главе underslish, а в данном случае yellowish, желтоватый. Мы можем также к другим прилагательным, которые передают цвет, также использовать суффикс ish. Например, reddish, красноватый, greenish, делиноватый, bluish, голубоватый цвет, и вот как у нас yellowish, желтоватый пергамент. И адрес был написан, снова у нас идет слово emerald, изумрудного цвета, ink, пастой, можно это сказать, вот такой чернилами, правильно, слово чернилами. Не было никаких stamp, марок. Переворачивая конверт своими trembling hands, это такими дрожащими руками, Гарри увидел пурпурного цвета, некий штамп на задней части, которая несла в себе coat of arms, шикарное слово, это герб. Герб, и перечисляются вот эти вот животные. Лев, орел, барсук и змея. Surrounding, окружающий большую букву h. Surround, окружающий. Hurry up, boy, shouted uncle Vernon from the kitchen. What are you doing, checking for letter bombs? He chuckled at his own joke. Поторопись, мальчик, заорал дядя Вернон из кухни. Что ты там делаешь? Используется present continuous, классика жанра. Что ты там делаешь? Проверяешь какие-то бомбы в письмах? И он chuckled, и он усмехнулся над своей собственной шуткой. His own joke. Harry went back to the kitchen, still staring at his letter. He handed uncle Vernon the bill and the postcard, sat down and slowly began to open the yellow envelope. Uncle Vernon ripped open the bill, snorted in disgust, and flipped over the postcard. Гарри вернулся обратно на кухню, still staring, всё ещё уставившись на своё письмо. He handed. Вот это вот действие передавать, как со словом рука. Кстати, когда мы сдаём какие-то работы учителю, мы будем использовать фразовый глагол hand in. Например, hand in your homework. Сдавайте свою домашку. И он передал дяде Вернану the bill, счёт и посткарт, и открытку какую-то, которую они отправляют, когда отдыхают где-то. Это не в культуре вообще принято. Приезжать в некое место отдыха, покупать целую кучу открыток и отправлять своим друзьям. Вот такая интересная традиция. В России такого нет. Во всяком случае, я никогда так не делала, и мне такие открытки никогда не приходили. Седавин сел and slowly began to open. И медленно начал открывать свой жёлтый конверт. Дядя Вернан, ripped open, открыл вот этот вот счёт, больше как даже разорвал его, да, ripped open. Snorted and disgust, фыркнул вот так вот, snorted, фыркнуть от отвращения. Disgust, отвращение, disgustic, словообразование, вызывающий отвращение. And flipped over, и перевернул вот эту открытку. Much's ill, he informed Aunt Petunia at a funny ilk. Dad said Dudley suddenly, Dad, Harry got something. Much заболела. Ну, здесь у нас уже состояние. Здесь у нас is ill, констатация факта. Проинформировал, он проинформировал тётю Петуню, съела какой-то подозрительный уголь. Папа сказал Дадли вдруг. У Гарри что-то там есть? Harry was on the point of unfolding his letter, which was written on the same heavy parchment as the envelope, when it was jogged sharply out of his hand by Uncle Vernon. Harry was on the point. Гарри вот находился в той точке, то есть он как раз собирался unfold his letter, открыть, то есть она была fold, это вот так вот сгибать в две части, либо там больше, может быть, в три. И, соответственно, он хотел его раскрыть, этот пергамент. Патчмент у нас это пергамент, не просто как paper, а пергамент именно. Так, и когда вот это вот письмо забрали, jerked sharply, соответственно, вот так вот вырвали у него из руки, и это, соответственно, был Uncle Vernon, идёт пассивный залог. When it was jerked sharply by Uncle Vernon, соответственно, был вырван дяде Верноном. That's mine, said Harry, trying to snatch it back. Здесь у нас идёт ударное местоимение. Possessive, да, но только мы ударяем туда, мы находимся уже в контексте письма, соответственно, мы здесь используем ударное местоимение. That's mine, это моё. Пытаясь, snatch it back, вырвать обратно. Who'd be writing to you, sneered Uncle Vernon, shaking the letter open with one hand and glancing at it. His face went from red to green faster than a set of traffic lights. And it did not stop there. Within seconds it was the greyish white of old porridge. Да кто бы тебе писал, усмехнулся, поехидничал, дядя Вернон, shaking the letter open. И, соответственно, таким вот движением отрывистым он открыл письмо в одной руке и взглянул на него. Глэнс, взглянуть. Его лицо поменяло цвет от красного на зелёный быстрее, чем светофор. Traffic lights, светофор. И на этом не остановилось, вот эти вот метаморфозы. В течение каких-то стекунд это было серовато-белое, как будто старое. Porridge, каша. Greyish white, да, снова у нас идёт grey, суффикс ish, как у нас до этого было yellowish. Серовато-белое и old porridge, старая каша. Словом porridge весьма любопытно. Часто спрашивают, как будет каша, когда мы особенно обсуждаем тему завтрак со своими студентами. У меня есть забавный эпизод. Когда я находилась, жила в Штатах, и мне захотелось каши на завтрак. Мы всё ещё там путешествовали. И, соответственно, я захожу в кафе и спрашиваю, could I have some porridge, please? Можно мне какую-нибудь кашу, пожалуйста? And the waitress said to me, porridge, what? So she didn't understand that. And they said, well, porridge, and then I take my phone and start looking for this word in the dictionary. And so, like, I found that and showed her, and her reaction was, То есть её реакция вот этой вот девушки-официантки была, простите, я не знаю этого слова. Вот такой вот феномен, то есть мы учим слово, для нас оно актуально, а в американском обществе слово porridge – это совсем не актуальное слово. Безусловно, у них есть на полке некоторые виды каши, но у них совсем мало по сравнению с нашим разнообразием. Oatmeal, которая овсянка, безусловно, вы встретите. Окей? П-П-П-Петунья, he gasped. Dudley tried to grab the letter to read it, but Uncle Vernon held it high out of his reach. Aunt Petunia took it curiously and read the first line. For a moment it looked as though she might faint. She clutched her throat and made a choking noise. Vernon! Oh my goodness! Vernon! Итак. П-Петунья, he gasped снова, ах, П-Петунья, да, вот так вот он с придыханием сказал. Дадли попытался забрать, grab, резко вот так, схватить это письмо, чтобы прочесть, но дядя Вернен поднял высоко его, и тот не смог добраться до него. Тётя Петунья взглянула на него curiously, любопытно, и прочитала первую строчку. В какой-то момент выглядела as though she might faint. Соответственно, у нас faint – это падать в обморок. Она clutched her throat. Ну, clutch я так показываю, но вообще в данном случае она вот этого сделала. Clutched her throat. Она взяла за горло и издала какой-то choking noise, как будто бы она сейчас подавится. Чок подавится. Верно? О, боже мой! Верно! Oh my goodness! Часто используем эту конструкцию, когда нас что-то удивляет. Вообще, к слову Oh my God редко на самом деле используют, используют из этого вот аналог Oh my goodness. They stared at each other, seeming to have forgotten that Harry and Dudley were still in the room. Dudley was not used to being ignored. He gave his father a sharp tap on the head with his smelting stick. Они уставились друг на друга. Seeming to have forgotten. И выглядело так, что они будто бы забыли, что Гарри и Дадли все еще находились в комнате. Дальше у нас идет классная конструкция со значением привыкать. Be used to. И здесь, соответственно, у нас идет в прошедшем времени, поэтому be мы используем с was, согласуем, так как с Дадли. Дадли was not used to. Идет герунди, being ignored. И не простой герунди, а герунди в пассиве у нас идет. Соответственно, be ignored, это игнорировать. В инфинитиве, соответственно, being ignored. Абсолютно шикарная грамматика. He gave his father a sharp tape. Он ударил своего папу по голове вот этой вот палкой. I want to read that letter, he said loudly. I want to read it, said Harry furiously, as it is mine. Get out! Both of you croaked, uncle Vernon, stuffing the letter inside its envelope. Так, я хочу прочитать то письмо. И здесь у нас используется that letter, не this letter, так как Дадли не держит это письмо в руках. Поэтому он использует указательное местоимение, которое показывает слово далеко находящее. То письмо, сказал он громко, я хочу прочитать его с такой интонацией возмущения, сказал Гарри, так как оно моё. Убирайтесь, вы оба отсюда. Крокт, вообще крокт, это как звук издаёт либо жаба, либо ворона. Это прокаркал дядя Вернон. И засовываясь в stuffing, это вообще какая-то начинка, как, например, пирожки с картошкой. Может быть, вот это вот potato stuffing будет. И он засунул письмо обратно внутрь, envelope, снова у нас идёт конверт. Harry did not move. I want my letter, he shouted. Let me see it, demanded Dudley. Out, wrote Uncle Vernon, and he took both Harry and Dudley by the scraps of their necks and threw them into the hall, slamming the kitchen door behind them. Harry and Dudley promptly had a furious but silent fight over who would listen at the keyhole. Dudley won. So Harry, his glasses dangling from one's ear, lay flat on his stomach to listen at the crack between door and floor. Гарри не двинулся. Я хочу получить своё письмо. Он проорал. Дайте мне на него посмотреть. Диман, вот прям кулаком по столу, затребовал Дадлин. Вышли! Проорал, прорычал дядя Вернонт. И он взял их обоих за шиворот. Вот это by the scraps, за шиворот. И выкинул их в коридор. Закрывая прям резко кухонную дверь позади них. Гарри и Дадли быстро, у них была какая-то очень разъярённая, но молчаливая fight, борьба за то место у кихол, как замка, замочная скважина. Дадли Ван, Дадли победил, поэтому Гарри, his glasses dangling, соответственно, которые переехали на дно уха, лёг сплошмя на живот, чтобы послушать at the crack. Вот у этой щели между дверью и полом. Вернон, Uncle Petunia was saying in a quivering voice, look at the address. How could they possibly know where he sleeps? You don't think they're watching the house? Watching, spying, might be following us, muttered Uncle Vernon widely. But what should we do, Vernon? Should we write back, tell them we don't want? Верно, сказала тётя Петуня, таким квиверинг, дрожащим голосом. Look at the address. Посмотри на адрес. Как они вообще могли знать where he sleeps? Где он спит? И здесь у нас идёт present simple, регулярное действие. He sleeps. Он на регулярной основе. Спит. Present simple, he should. As у глагола, they should. You don't think they're watching the house? Ты же не думаешь, что они наблюдают за домом? Watching, spying. Смотрят, шпионят. Возможно, following us. Следят за нами. Как по пятам ходят. Пробормотал в дикой манере дядя Вернон. But what should we do, Вернон? Ну, что же нам следует делать, Вернон? Should – модальный глагол, показывающий совет. То есть в данной ситуации тётя Петуня обращается к Вернону за советом. Should we write back? Стоит ли нам им ответить? Tell them we don't want сказать, что мы не хотим. Harry could see Uncle Vernon's shiny black shoes pacing up and down the kitchen. No, he said finally. No, we'll ignore it. If they don't get an answer, yes, that's best. We won't do anything. But I'm not having one in the house, Петунья. Didn't we swear when we took him in, we'd stamp out that dangerous nonsense? Гарри мог видеть такие вот прям переливающиеся чёрные туфли, которые ходили вверх-вниз, то есть туда-сюда можно просто перевести по кухне. Нет, он сказал, наконец, мы проигнорируем это спонтанное решение. Соответственно, используется модальный глагол will, ну, либо по время, future simple, по-другому. Если они не получат ответа, да, так сделать лучше всего, мы не будем делать вообще ничего. We won't do anything. И, соответственно, здесь мы nothing меняем на anything, так как у нас уже есть грамматическое отрицание. Но я не позволю быть вот такому человеку в доме, Петунья. Не поклялись ли мы? Did not we swear? Здесь у нас вопрос начинается через отрицание. Разве мы не поклялись, когда мы его взяли? Took him in. У нас разбивается фразовый глагол. Take it. Взять кого-то в дом. With stamp out. Stamp out – это аналог get rid of. Обычно в значении чего-то опасного. Избавиться от чего-то опасного. Соответственно, stamp out that dangerous nonsense – искоренить эту опасную ерунду. Вот так. Здесь мы заканчиваем и делаем перерыв. communion. ac debido – бzieто. Excuse me. Скорее.